всем привет с вами айпери и это новая рубрика ясно понятно сегодня мы находимся в пожарно спасательной части номер два досмотрите это видео до конца и вам станет ясно и понятно как работают столичные пожарные пойдемте смотреть как происходят сборы в случае тревожного вызова с какой скоростью так сбору вызову происходит сразу одевает у пациента парни уходит одевается сразу на это уходит около там минуты минута для того чтобы пожарная служба выехала сейчас мы проверим это на деле да сейчас специально для нас организует учебную тревогу здесь находится сигнал тревоги как только поступает вызов пожарные службы диспетчер нажимает на эту кнопку ну и соответственно сотрудники пожарной спасательной службы начинают свои сборы сейчас мы дадим учебную тревогу вот так вот за 30 секунд наша пожарная выезжает вот так вот наша доблестная пожарная служба всего лишь за минуту успели одеться подготовиться оперативно быстро и уже готовы выезжать на вызов да рабочий день пожарных начинается с развода начальник караула проверяет наличие документов внешний вид пожарных а также то насколько они готовы к дежурству сколько человек в одном отряде в отряде 8 человек почему сегодня 4 2 отпуск у нас один постовой при вызове остается диспетчер у нас если нету диспетчера то остается старший пожарный нас на право шагом мышь сегодняшний караул получается сейчас данный момент занятия проходит это у нас получается класс я не занятия проводится а есть ли среди учеников отличники двоечники как в школах или как университета у нас все на равном все отучаются а домашнее задание есть здесь проходит обучение как вы сказали а вообще насколько часто проходят такие обучения например мы учимся в университете 4 года получаем диплом и идем работать а здесь я вижу что что пожарные даже во время работы работ учатся ну это распорядок дня каждый заступающий караул они должны учиться и свободное время вот вот такая вот тетрадка у пожарных они обучаются каждый день то есть если вы думаете что на пожарного можно отучиться и все на этом то спешу вас расстроить или наоборот может даже обрадовать то есть пожарные работают и параллельно всегда обучаются можете вкратце рассказать о распорядке дня мне всегда интересно чем занимаются пожарные когда нет пожара целый день Целый день, да, целый день, когда нет пожара, они занимаются, начиная с обучением, да, и после обучения они занимаются отработкой. То есть целый день у пожарных прописан, и без дела они не сидят, как мы видим. Отлично. Да, смотрите, здесь есть все условия, как я вижу, есть компьютер, есть телефон, домашний телефон, то есть все вызовы поступают именно сюда. Да, отсюда диспетчер отвечает и направляет пожарных в тот или иной район, да. Все, идем дальше смотреть. Здесь на сегодняшний караул, и каждый заступающий караул здесь, получается, отдыхает, да. Это получается место, где отдыхает личный состав караула, да. Здесь они спят, получается. Да, да. Попробуем сами на себе испытать, мягкие или здесь в кровати. Ну, как? Ну, как, да? Нормально. Нормально. Ну, я отмечу, что здесь очень чисто, аккуратно, видно, что пожарные ухаживаются своими местами, да. Мне интересно, вот ночью, если поступил вызов, как они, они же должны быстро одеться. Они обязательно в форме, они не разрешаются, как мы имеете в виду, снимают форму, да. Ну, они должна быть в боевую готовность. Каждые секунды, получается, важно, да, они, как бы, не снимая форму одежды спят здесь. Друзья, вы слышали, да, пожарные у нас спят в форме, чтобы успеть на ваш вызов в случае чего. Сейчас будет самое интересное. Нам покажут гараж и всю технику. Где пожарная машина, да, стоит, да? Да, да, да. Пойдемте. 6 тонн, там внутри емкость в воду, да, а 40 это где насос подает воду на секунду 40 литр. Вот, из-за этого 6-40 называется, да. А вода что здесь есть? Как? Вода всегда есть? Всегда, они всегда. Впереди сидит начальник караула и водитель, а сзади есть специально отведенное место, где сидит личный состав боевого расчета. Сейчас мы пройдем туда и посмотрим. Вот так выглядит место, где сидит боевой расчет. На самом деле это целая комната со всякими приспособлениями. Вот, получается, пожарные садятся, поднимают вот эту штучку и сразу надевают на себе вот это вот приспособление, которое помогает зайти в задымленные помещения. То есть это все четко, умно продумано для того, чтобы пожарные наши не теряли ни одной лишней минуты. Они будут ехать и сразу на себе все это надевать. Еще один интересный момент. Сзади пожарной машины находятся боевые инструменты, которые помогают тушить пожар. Сейчас мы их посмотрим. Вы мне поможете? Так. Что у нас здесь? Это пожарная колонка называется, да? Пожарная колонка. Пожарная колонка. Где устанавливают на гидрант, после чего заполняют воду внутри. Вот такое вот оснащение техники у нашей пожарной службы. С двух сторон такие вот инструменты. Видно, что есть все необходимое для того, чтобы предотвратить пожар. Ну и такой вопрос, который наверняка интересует многих. Какая у вас зарплата? Сколько получают наши пожарные? Сейчас смотрите, у нас работа сейчас востребованная. Зарплату у нас недавно подняли. В среднем получать от 40 тысяч. Ну, я скажу, что по нашим меркам это довольно-таки неплохая зарплата. Учитывая то, что вы работаете один день, три дня отдыхаете. Правильно? Да. Мы постарались вам показать процесс работы наших пожарных. Я надеюсь, что вам было интересно. Это была рубрика Ясно-понятно. Всем пока-пока.